всем привет меня зовут миранда и это скринкасты несколько лет я занимаюсь тестированием века и в данный момент я тестирую пульс пульс это рекомендательный сервис который при помощи машинного обучения собирает новостную ленту персонально для вас вот посмотрите какие мы красивые и обязательно заходите к нам сегодня я хочу поделиться несколькими лайфхаками которые помогут тестировать без боли при тестировании сайтов или мобильных приложений иногда возникает необходимость отловить трафик между клиентом и сервером и модифицировать его есть несколько популярных сниферов чарлик проксимен фиддлер и у каждого есть свои плюсы и минусы и поэтому как говорится пока не потрогаешь их сам не поймешь что подойдет именно для тебя мы рассмотрим несколько фишек фиддлера скажу сразу что я не буду угрузить вас теории потому что эта тема не новая и уже написано много статей поэтому инструкции по установке или какие-то какой теоретический материал можно с легкостью найти в интернете я же предлагаю сразу перейти к практике и начать разбирать возможности данного инструмента на реальных кейсах первое про что я расскажу это поиск запроса вот интересующий нас запрос так фиддлере можно сделать двумя способами можно использовать find сюда мы вводим наш запрос он будет подсвечиваться моем случае желтым цветом что очень удобно можно выбрать любой из списка какой интересует так вот вижу видим интересующий нас запросик также можно найти наш запрос используя фильтры в данном случае меня уже заполнены два поля мы будем фильтровать по стрима и потому что это уникальное значение для нашего запроса и я хочу чтобы все урлы которые будут содержать река стрим pxt не показывались у нас и так сейчас покажу как это работает очистим все получившееся обновляем страничку и опять-таки получаем наш запрос запрос нашли теперь давайте посмотрим как можно в подменить данные фиддлере это можно сделать двумя способами используя автореспондер и используя брейкпоинты рассмотрим первый вариант итак нажимаем на автореспондер выделяем наш запрос и перетаскиваем его правую часть вот мы здесь его видим так для начала мы уберем меняющиеся параметры если у вас такие есть моем случае это rent и удалю вот эту часть дальше мы будем редактировать наш запрос жмем edit response далее мы выбираем raw блокноте редактировать данные не очень удобно поэтому вы можете сделать это в любом редакторе и скопировать их наш файлик так мы с вами будем накручивать себе лайки ну поставим например 1800 не забываем сохранять обновляем страничку и вот наблюдаем что в данной карточке у нас изменилось количество лайков на то что мы решили подменить на 1800 я рассказывала что запрос можно модифицировать двумя способами собственно говоря 2 это через breakpoint и breakpoint и это точки получать с точки остановки с возможностью модифицирования запроса нужно понимать что можно модифицировать либо запрос перед отправкой на сервер либо ответ на этот запрос перед тем как его получит клиент фиддлере можно установить breakpoint и на все запросы мы заходим в rules automatic breakpoints и вот устанавливаем либо before request либо after responses так теперь мы идем обновляем вот и видим что наш запрос наш запрос установился breakpoint скажу честно мне данный способ не нравится потому что здесь у нас отфильтрованные ну вот фильтрован наш запрос но будут блокироваться вообще все запросы а в основном для работы зачастую надо блокировать именно один запрос поэтому мы уберем и рассмотрим другой вариант использования breakpoint а это при помощи консоли здесь мы будем прописывать bpu собственно говоря это breakpoint upon и дальше нужно прописать либо запрос целиком либо использовать какие-то ключевые слова нашем случае мы запишем наш стрима иди нажимаем enter опять обновляем страницу видим что наш запрос перехвачен и давайте в данном случае мы посмотрим что в нашей карусели будет отображаться не 12 документов а всего лишь 4 так возвращаемся вот смотрим что на наши карусели отображается 4 документа можно даже проверить вот всего 4 а если хотим модифицировать ответ на этот запрос перед тем как его получит клиент то пишем bpa breakpoint after но перед этим необходимо отключить bpu так как он будет блокировать наш bpa на шаг раньше для того чтобы его отключить мы прописываем bpu оставляем дальше пустую ну пусто и жмем enter так теперь мы пишем bpa вставляем наш запрос и жмем enter обновляем страничку видим что наш запрос перехватывается вот и теперь мы будем изменять данные ну например поменяем заголовок у статьи это у нас title так напишем например 500 запускаем так и идем проверять вот наблюдаем что заголовок статьи поменялся на тот который мы используем вот все что хотелось рассказать про breakpoint и и последняя функциональность которую хотелось бы немного затронуть сегодня это конструирование запросов представим что нам нужно самостоятельно отправить запрос и посмотреть ответ для этого кликаем на таб компоузер и с помощью данного инструмента мы можем вручную составлять http запросы но мы с вами воспользуемся нашим запросом за доками для карусели перетаскиваем его вправо и так что например мы здесь можем протестировать давайте посмотрим что будет происходить если нам придет не 12 документов а например 0 вот мы изменили количество документов жмем на execute и смотрим что нам пришло отобразилась наша внутренняя ошибка собственно говоря данный кейс мы посмотрели целом если хочется использовать фиддлер как инструмент как один инструмент на все случаи жизни то он предоставляет данную возможность но лично я для работы работе для тестирования api использую postman поэтому как я говорила в самом начале пока не попробуешь какой-то инструмент не поймешь насколько хорошо он тебе подходит на этом возможности фиддлера не заканчиваются в нем есть много других полезных фич которые можно применить в работе например аналогичным образом можно подключаться к мобильным устройствам и изменять проксировать трафик с них или с помощью скриптов делать подмены на основе долгоживущей сессии пользователя а не вносить изменения каждый раз в запрос ручную на этом все это были скринкасты подписывайтесь на канал ставьте лайки меня зовут миранда я работаю в компании века в проекте пульс надеюсь что данная информация была для вас полезной пока пока